Народный умелец, внезапно открывший свой талант, творчество, которое вышло за пределы разумного, продумывает образы до мельчайших деталей. В его руках столярные карандаши превращаются в произведения искусства, астрология, портреты, а по профессии повар-кулинар, занятый разливом стали. Человек, который всегда при деле, прямо сейчас в студии и я, Олег Попов. Олег, добрый вечер, здравствуйте, рад приветствовать вас. Вот с работами сегодня пришли, это здорово, досконально все разберем. Зрители, если чего-то не поймут, мы покажем потом крупно на экране, это все последовательно. Вы часто появляетесь у нас в новостях, и сами не напрашивались, да? Как-то мы вас вот обнаружили, и слава богу, вот такой творческий тандем продолжается. Я с зрителем хотел сразу же напомнить ваши работы, именно те, которые вот домашние, скажем так, давайте посмотрим фрагмент нашего сюжета. Ничем не примечательный подъезд дома номер 6-3 по проспекту Нурсултана Назарбаева стал художественной галереей. Олег Попов берется за кисть, когда приходит вдохновение и создает целый мир за дверью заурядной многоэтажки. Ну вот здорово, я тоже освежил себя в памяти, отлично просто. Просто откуда, скажите, вас вот это все, как осенило? Ведь по профессии вы вообще повар-кулинар, да, если я не ошибаюсь? Да, да. Сталевар, если я тоже не ошибаюсь, это ваш? Разливчик стали. Ну, стальвар варит, а я разливаю. Нет, давайте будем, да, ну, примерно то, что сталевар, скажем, да. Ну, хорошо, с талем связано, а это резьба, да, к примеру, откуда? Ну, с детства, с детства, ну, в каком плане, вот, допустим, это в советские времена родители имели такую привычку отправлять детей в пионерские лагеря. Ну, чтобы дети там это, здоровье поправили. А доходы детей в том числе. Да, 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 типа этого, да. И вот, ну, а там в пионерском лагере как-то детей старались занять чем-то, чтобы они не самовольничали, не безобразничали. Вот, ну, были какие-то тематические кружки, там резьба по дереву, там по корнепластике, там чеканка какая-то, ну, что-то такое. И вот в каждом сезоне куда-то я это самое записывался. Самые популярные были, конечно, это фотографии, но там был фотоаппарат один на всю эту банду, и его просто не сложилось. Да, не сложилось, да. Так что это пришлось выбирать то, что больше нравится. А так вообще, в принципе, это увлечение появилось, ну, как-то, как вам сказать, неосознанно. Просто вот зашел, часто ходил в магазин, там у нас был, это, я родом из Уфы, и вот у нас там был магазин детский, там игрушки, что-то его называлось, братино. И там был отдел, где продавались какие-то инструментики, там что-то для подделок, что-то такое. И вот я постоянно шарился там, и это, как говорится, рассматривал все, любопытствовал, и увидел там инструмент, похожий вот, ну, как бы для резьбы по дереву, но, как я впоследствии выяснил, что это была резьба по, как это, ну, по пластинкам каким-то там что-то, это самое надо, потом пластинки были с этими резцами, и там нужно было это, какую-то пастой заполнять что-то. Сложно в общем что-то. Да, я упростил, я просто этими резцами по этим пластинкам начал резать эти картинки. И что у вас нарезалось в первую очередь? Ну, там это что-то такое несуразное, конечно, это. Но потом начал пробовать на дереве. А в качестве материала, как раз вот после Нового года, часто раньше елку в каждом доме была же, и вот черенок от елки отпиливаешь, и с этого что-то там какие-то маски там пытался сделать, такие это, ну, из головы. И вот как-то это потихоньку, помаленьку там это, каких-то солдатиков что-то вырезал, так, по мелочи. Ну, от случая к случаю. Получалось-то сразу? Фантазия есть, желание есть. Дело в том, что я… Нравилось только самому себе. Да, 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 потому что, ну, кто-то там из сверстников рассматривал, там, может, взрослый что-то там это находили. Ну, в основном как бы для себя получается. Ни выставки, ничего это самое, нигде не участвовал, ни в каких конкурсах этого не было официального никакого. Просто вырезал для себя, так скажем. Ну, вот что-то хотелось мне сделать это. Изнутри оно выплескивалось и вот выражалось через это. Да, да, да. А уже осознанно к чему-то вот я поставил цель и сейчас, к примеру. Не было такого до взрослого возраста, уже можно сказать, это когда… Вот я уже когда работал на предприятии, просто в беседе со своим тестем, как-то это во время семейного какого-то торжества, он высказал такую идею, мысль вернее, что у меня она как-то закралась в голове, и я начал ее развивать. Он сказал, что это как бы самое главное в жизни – это самореализоваться. Я говорю, ну, у тебя, говорю, какие проблемы? Ты же, говорю, вот, у тебя и юрист, и он, и это военный пенсионер, вот, ты юрист, ты работаешь в этой частной фирме, тебя уважают, у тебя и дом полная, чаша, и все это. Он говорит, я хотел быть военным юристом, но не сложилось. И вот после этого я начал думать и, ну, пришел, а я-то что это? Как я? Что как я? Ну, получается, я жил как бы для семьи, то есть это, чтобы семья была накормлена, сытая, ну, делал по мере возможностей это, конечно, но, во всяком случае, с голода никто не умеет. Да, но опять же, то, что в душе вас таилось, вы это не раскрывали. Я вас правильно понимаю? Не то, что не раскрывал, просто в этом необходимости как-то не было. Ну, то есть были заботы какие-то бытовые, ну, сами понимаете, дети маленькие. Ну, накормить, я правильно понимаю, заработать. Заработать. Да, что нужно? Ходить на работу, приносить долги. Да, то есть социальный долг, это самое, как бы надо выполнять. А времена были тяжелые, так что до творчества как-то не доходило. Ну, тесь, тем не менее, сыграл большую роль в вашем посвятии. Да, да, да. Он это просто как триггер такой, его слова послужили каким-то триггером. Вот я начал что-то это самое, ну, что я умею? Я умею вырезать под деревом. Ага, хорошо, давай. Так, для чего это нужно? Пытался найти какой-то свой путь. То есть, как, для чего это нужна резьба, допустим? Ну, что я могу с этой резьбой? Куда я ее могу деть? Ну, естественно же, что это самое, что вот это не складывать дома, чтобы это самое. Начал что-то пытаться какие-то библейские сюжеты делать. Даже с одной картинкой небольшой, к поликапову Виктору Федоровичу ходил, показывал ему, ну, то есть как бы оценить, что это. Как оценил? Ну, ему понравилось, ему понравилось. Я полюбопытствовал, сколько за это можно выручить? Ну, у меня была надежда, что с этого я могу как-то заработать. Так я там вас бы и спросил бы, заработать удается. Нет, подождите. Подождите, хорошо. Ну, вот, он говорит, как, говорит, клиента найдешь, как, говорит, сможешь с ним это доладить. Ну, там другие слова были, но смысл такой, короче, что это все зависит от того, как ты преподнесешь клиенту. Да, ну, ищи покупателя сам. Да, ну, типа, нет, я не хотел, чтобы он мне продавал, я просто думал, что приду, он скажет, о, классная идея, это вот будет все. Нет, я это имею в виду, что вы хотели узнать, годится, не годится. Он говорит, годится. Ах, если сам Поликарпов говорит, годится, значит, я могу на этом заработать, подумал. Ну, я так это, да, наивно подумал, что это все так просто, что я вот это сделаю классную вещь, там, кому-то покажу, и все начнут там в очередь становиться. Нет, это было это. Потом, со временем я, конечно, это оставил, эти затеи, как с коммерциализацией своего творчества, решил его просто это самое развивать, как вам сказать. Но мне просто хотелось это быть полезным, что ли, нет, чтобы не пользу принесло. Я не могу слово подобрать. Ну, то есть это самое. Я понял, что, чтобы что-то продавать, нужно, чтобы это было интересно людям. То есть не то, что это мне интересно, допустим, а то, что люди захотят, так сказать, это посмотреть. Иметь у себя. Да, иметь у себя. К чему вы сейчас? Вы сейчас к подъездам, к детской площадке? Нет, это нет, это самое. Вот, я просто хочу сказать, что я сначала свою творчество хотел научиться продавать. Вот. Ну, была такая наивная эта идея, что я... Не научился. Нет, я просто оставил эту идею в сторону, потому что это решил, чтобы начать продавать, нужно просто стать, заработать какой-то это имидж, статус какой-то определенный. Ну, допустим, художникам, которые получили образование, им с этим проще. То есть они в какой-то среде находятся, там это, у них какая-то тусовка, там что-то это, выставки, что-то это. А мои работы, естественно, для выставочных не годились. И, в общем, это, меркантильные свои желания я оставил в сторону, просто чтобы они пока полежали, это до поры до времени. И это, ну, вот так вот просто развивался потихоньку. Мне не хватало, допустим, рисунка. Как вот не хватало рисунка? Я умею вырезать. Я научился вырезать, но я не научился рисовать. У меня не было школы. То есть что-то авторское, чтобы перенести потом, да? Да, чтобы вот взять какую-то картинку, допустим, и ее... То есть у вас, как правило, было слямзил, да? То есть ты увидел из чего-то? Нет, 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 не совсем правильно. Не слямзил. Я не мог переносить сюжет на дерево. Любой сюжет. Ну, вот мне захотелось, допустим, вот... Ну, вот логотип наш, допустим, сделать. Это ваш логотип. Ну, это проще, ну, что-то какой-то там сюжет, там, пейзаж, допустим. Я его не умел рисовать. Я вырезал то, что мне как бы это самое... Ну, до того, как я начал об этом задумываться, когда вот первые шаги, я просто рисовал, вернее, то, что вот нарисую там это от себя тяну какую-то. Ну, как это? Какое-то внутреннее свое это. Вот. И это вырезал. То есть была фантазия стихийная, так скажем. Ну, импровизация, так будет правильнее сказать. Импровизация. Вот. А потом уже, когда вот это... Перед тем, как с поликарпом я начал общаться, я начал какие-то покупать эти пособия, как научиться рисовать карандашом, как там научиться рисовать пейзаж, как научиться рисовать портрет. Ну, и немножко отвлекся. И это в качестве своих этих, как это сказать, ну, в общем, я начал рисовать своих товарищей. Товарищи начали рисовать. Давайте посмотрим. У нас есть портреты ваши, тещи ваши. Я тоже любовался, любовался. Внимание на экран. Давайте посмотрим. Ну вот, смотрите, посмотрели. Ну, здорово. Тем более, вот огромное спасибо вам за то, что вы публикуете еще и оригинал первоисточника, потом свою работу. И я вижу, что это очень похоже. Вот, то есть вы резьбу в сторону и ушли в художество, да? Да, я начал искать свой путь, как бы, чтобы наиболее самореализоваться. То есть поначалу я думал, что с помощью творчества я смогу это, ну, как свои какие-то меркантильные запросы это решить. Потом я понял, что это не все так просто, что просто нужно это быть более, как бы, совершенным, более полным, так сказать. Ну, в то время я, как, ну, если образ сказать, был пустышкой, так скажем. Просто у меня было желание найти дополнительный источник дохода, так скажем. Так вот. Потом я уже, когда начал изучать рисунок, там, графику в основном, я с цветом не очень, ну, как-то не получается. И, как бы, получается, в процессе рисования, обучения вот этим каким-то это, началось внутреннее какое-то это, как совершенствование, что ли. Ну, то есть это больше философии какой-то появилось. Ну, потому что там где-то что-то, какие-то ссылки на кого-то появляются, что-то там прочитаешь, что-то это. И вот это вот первоначальное желание меркательности, то есть заработать, ну, оно стало это самое. Ушло абсолютно, да? Да. Ушло развиваться именно в творчестве. Да, я начал просто сам развиваться это, и творчество тоже развивать. То есть это как бы начало интересоваться всякими разными техниками, которые мне были это интересны. Ну, вот в этих графических работах, там, это я использовал карандашную графику. Ну, вот, кстати, когда я познакомился с Виктором Федоровичем, он мне подарил свою книгу, не книгу, а там это альбом у него с графическими работами, и подписал его. И подписал его. Ну, этот, великий подарок. Я не взял, я его не взял с собой. Ну, ладно, уж не взяли, его нет, и что про него говорить. Ну, здорово, что он вам его подарствовал, да, еще с личной подписью. Да, и там это, извините, что перебиваю, и там была надпись такая, что это на, как бы, как получается, посыл, это посыл мастера, так скажем. Он это, ну, дал это самое, как это по-другому сказать? Дал толчок, что ли, не толчок, а благословил, не благословил. И все, и у вас все пошло. Нет, не пошло так. Ну, просто я, как бы, это самое, начал уже вот это вот развивать. Ходил вот в художественную школу, там были курсы для взрослых, ну, кто-то готовился куда-то в высшие учебные заведения. Вот это вот на... Первое, по-моему, да, вот здесь вот недалеко от нас находится. Да. Ходил там, занимался там, ну, там рисунок, что-то такое-то. Ну, что-то в порядке. Сегодня вы продолжаете самосовершенствоваться или уже те знания, которые вы по большому счету сами в себе накопили, этого достаточно? Нет, ну, что вы, что вы. Вот, например, когда я... когда руководство мне поручило выполнить работы Путябая, а вот... Эту работу я выполнял в течение двух с половиной лет, и в процессе этой работы я, как бы, дополнительно еще что-то... Ну, вот, когда я искал материал в интернете, когда что-то это... Какой-то технологии, какой-то там что-то это... Как вот это, допустим, изображается? Как вот казахский орнамент? Как это... Как люди жили раньше? Вот даже вплоть до того, что... Ну, там, это... Я книгу Абая сначала штурдировал, конспектировал, выписывал оттуда нужные сцены, которые я хотел бы... Ну, как более, это самое, такие яркие, так, для иллюстрации в дереве. Могу ли я это сделать? И вот там, например, как вот первая картина, как начинается, там Абай приезжает, будучи маленьким ребенком, возвращается к себе в углу, где встречается там с это... с отцом, с мамой, с бабушкой. И как фоновый сюжет, там это вот как бы лошади, барашки какие-то, и женщина доит кобылу. Ну, вот я увидел такой рисунок, и это... Решил его тоже воплотить. Я не знал, что кобылу доит с захватом ноги, что не как вот корову сбоку подошел доить, а там нужно как-то это... Спасибо вам большое, я тоже не знал. И вы думаете, теперь это мне изобразится, через эту ногу, да, чего-то там? Да, нет, я просто говорю, что такие нюансы, детали, они как бы это расширяют, это кругозор сознания. Начинаешь думать, как это воплотить в деле. Ну, так я же по этой говорю, да. Да, как это, как туда это, как... Загрыть-то все это. Получилось ведь. Получается, оно это тоже идет развитие мыслительного процесса, это визуального восприятия, все это как бы это один к одному, и получается, что... А теперь можно я хотя бы за всю программу вас один раз перебью? Да, конечно. Можно. Вот вы там сами сказали по поручению руководства, Утебая, да? Вы ведь, еще раз напоминаю, да, то вы с Талеваром не хотите быть разливчик стали, да, вы работаете, где тогда, расскажите, и какой вдруг интерес у руководства вот того самого предприятия возникло, чтобы они вам это все доверили? В 2015 году в Алма-Ате открылся музей декоративного, декоративно-прикладного творчества банка. И... Ну, это вот в рамках программы этой президентской Рухани Джангару, по-моему, правильно я сказал? Да, Рухани Джангару. Да, вот, Рухани Джангару. И это... И руководство нашего завода тоже решило сделать свой вклад, как бы, это. Ну, первый раз уже, мои зрители, хочу прорекламировать предприятие, не говорит, где работает. А, Криспостил. Криспостил, вот. Руководство вашего предприятия. Да, руководство нашего предприятия в лице генерального директора Эдуарда Львовича Кримера, оно это стало искать людей, которые могут что-то, как бы, творчески развитых людей. И вот через это, ну, у меня товарищ работал, он сейчас уже занимается научной деятельностью, Коншишелеков Аскар. Он это, будучи руководителем уже металлургического производства нашего цеха, он это презентовал, получается, меня это руководству. Ну, руководство, выслушав мои, как бы, идеи, взгляды, что я могу, что это, вот, предложил мне, то есть мне поверили. Вот, руководство доверило мне эту работу, выделили денежные средства, материалы, там был закуп необходимого оборудования, выделили помещение. И сколько вы все это приездили? Ну, работу Путябая я делал в течение двух с половиной лет. Ну, это очень фундаментальная работа, огромная. Да, там вообще шикарная такая экспозиция получилась. В принципе, до конца я ее не смог доделать. Ну, там пять щитов по два с половиной метра, ну, они собраны, склеены, вот, высотой по одному метру они стоят на опорных стойках, и между собой они скреплены, это гибкой связью получается. Ее можно было выпрямлять вдоль стенки, можно формировать полукругом. Ну, я ее сделал как полукруг, как это, как юрту, вот. Там было четыре сундука, они это как бы стояли под каждым щитом, и сверху на крышке сундука тоже было изображение, то есть часть фрагмента с этого как бы это. Потом посередине этой экспозиции стоял стол национальный, на нем стояла посуда для кумыса, ковш для кумыса, жал. Ну, то есть колорит вы передали? Да, то есть я создал как бы это самое. Мне хотелось сделать это как вот юрта, стены дома – это наш, ну, как Казахстан. А стол, вот эта вот посуда – это гостеприимство наше, сундуки – это как символ достатка. Хотел еще шанрак сделать, но помещение, в котором выставлялась экспозиция, оно просто немножко ниже оказалось. Ну, и оценили? Ну, да, оценили. Ну, да, оценили. Ну, поблагодарили это, руку пожали. А, премию дали? Ну, самое главное… Сказали, отработайте теперь оборудование, материалы. Нет, самое главное наше это награды, это доверие все-таки. И я считаю, что то, что я в течение вот этого времени занимаюсь творчеством – это неоспоримое преимущество. Потому что я, опять же, хочу заметить, что я во время этого освоил кивлинг. То есть это вот эти вот полоски бумаги, закручиваешь, из них делаешь какой-то сюжет там. Потом резьба по бумаге. У меня на страничке есть эта работа. То есть это берется лист бумаги, на него наносит рисунок и прорезается, ну, вот этими же инструментами. Потом, так, кивлинг, резьба по бумаге. Ну, вот и дошел до карандаша. И дошел до карандаша. А, вот мы тоже с вами что? Войлок. Еще и войлок. Да. Ну, просто. И причем при этом и в Инстаграм, и в принципе во время собеседования первое, что вы сказали, народный умелец я, да? Да. При этом народный умелец. Давайте до карандашей уже, хотя мы уже до всего дошли, это инструмент. Да-да, совершенно верно. Это инструмент, и страшно посмотреть вот туда, потому что это все можно сломать. Я даже навряд ли возьму это в руки. Вот эти, по идее, ну, это вот шило, да, я понимаю, да, наверное? Да, там и шило есть, потом есть это шило с затупленным окончанием, под угол срезано, чтобы можно было бороздки какие-то делать. Это для карандашей? Да, это все для карандашей. Ну, в принципе, резцы, они могут функционально и для других. Обычное дерево можно, да, по нему резцы? Нет, нет, не дерево, бумага. Это для бумаги, для карандаша. Для бумаги, для карандаша. Все, я вас понял. Ну, теперь сам Бог велел, и еще раз повторяю, что не возьму я на себя ответственность поработать с вашими карандашами в данный момент, это точно. Это у вас. Это у вас. Ваша вот, до чего вы дошли. Давайте подробно обсудим. Это обычный карандаш, который... Необычный, прошу прощения. Это карандаш столярный. Он отличается от обычного тем, что у него грифель немножко толще. Толще. Да. Но в любом случае это карандаш. Да, карандаш, карандаш. Это карандаш. И как у вас пришла мысль, забирая свои слова обратно, я обещаю вам быть аккуратным, вот из него вот... Сейчас, все по порядку. Опять же, это все от завода. А на заводе это как-то во время обеда товарищ по работе, Ковыльников Борис, мне это рассказал про мастера. В инстаграме он видел его работы, Салават Фидай. Мой земляк тоже из Уфы. Где его, не знаю, конечно. Вот. Я его посмотрел, работа, и решил тоже попробовать что-то в этом роде. Как называется жанр, Ковыльников? Что это? Микроар. Вот так вот. Ну, микро, то есть очень маленький. Да. А что вы используете? Ведь я сейчас, слава богу, все хорошо со зрением рассмотрел здесь абсолютно. Это врага, это барашек, да? Да, это, наверное, вы взяли О-Овна. Я скажи, не вижу, да? Я отсюда не вижу. У меня, к сожалению, зрение не очень хорошее. Это знак зодиака, да? Да, знак зодиака. Это Овен. Там это стихия огня еще обозначена. То, что я как бы, ну, по природе своей, как вот жена моя говорит, что я углубляюсь постоянно. То есть простых решений не ищу. Допустим, здесь вот Овен. Сам символ этого, как знака, как в виде барана, скульптурное, маленькое его изображение. Потом он стоит как бы на огне. То есть Овен, он знак огня у нас. Стихия огня, вернее. И графическое изображение этого знака тоже там есть. Ну, как вот эта вот графика. Это все там изображено, да? Да, да, да. А вот скажите мне, пожалуйста, ну, конечно, благодаря вашей странице в Инстаграм мы это видим все крупнее, писать вы там не додумались? Ничего там не написано? Не подписано? Нет. Это совсем уже мелко, да, наверное, будет? Нет. А ведь бывало такое, наверное, да, когда уже почти закончено, раз и обломил, например. Ну, вот это путь кальмара, которую это последняя, вернее, первая работа, которую я показал. Вот. И там как раз есть момент, когда слетался. Когда слетает, вот в самом начале начинаю это точить, точить, и уже сформировал верхний круг, это как бы, и он пинг, и все. Ну, почему? Это в самом начале все? Да, в самом начале. А вот когда в самом конце? Ну, такое тоже бывает. Какие слова вы тогда используете? Нецензурные. Нецензурные, да. Вот обратите внимание, длина карандашей. Видите, да? А, это столько надо было бракануть, да, чтобы... Да, это вот, чтобы достичь вот этого результата, вот он настолько... Настолько сточит. Да, настолько он это... А там заготовка, да, какая-то? Вы сейчас мне что-то тут покажете, наверное, мастер-класс какой-то? Да нет, у меня зрение как бы это... А дома что вы? Лупу используете? Нет, я использую монитор телефона, а вот вам могу дать попробовать. Хотите? Включи фантазию. Ну, просто хотя бы почувствовать материал. Да. То есть вам не жалко, да? Нет, нет, это заготовка, она рабочая. А с чего вы начинаете обычно? Сверху, сверху. Просто как вот это... Как это все это происходит? Как вы себя чувствуете? Тактильное это восприятие. Да, я себя чувствую не очень комфортно, просто потому что, во-первых, боюсь, что у меня ничего абсолютно не получится, я не вижу ни картин. Не бойтесь, для этого не жалко. Просто мне хочется... Я знаете, чем могу вам помочь? Если вам нужен острый карандаш, я могу вам подточить его. Вот это у меня получится 100% хорошо, потому что я ощутил, что лезвие очень острое. Но сообразить и сделать что-то микроскопическое, конечно, до этого у меня не дойдет, вероятнее всего, да и 100%. Ну, очень кропотливое такое искусство, то, чем вы сегодня заняты. И как вот, где хранить это все? Ну, ведь вот особенно овень, да, который у вас получился, совсем большое, ничего у меня не вышло. Ну, вы почувствовали материал? Я почувствовал, что у меня вспотели руки, простите меня, что у меня пальцы начали трястись, и я решил, думаю, позориться не буду, положу на место. Здесь бык. Это телец. Это телец. И как вот теперь? Куда? Под стекло это все. Да, я вот это хотел... Хотел сегодня вам принести, показать, как это будет формироваться, даже попросил бы вас, но немножко в техническом плане не успел, потому что это, ну, уже было это... Я в дальнейшем вам покажу, конечно, это, как это все будет выглядеть. Хочу в качестве капсулы, ну, вот, например, Салават Федай, он использует такие стеклянные колпаки. А, туда вы тоже хотите? Нет. Я не хочу повторяться. Зачем? Я использую лампочку. Буду использовать лампочку. Большую лампочку. Лампочку. Да, лампочку. И для этой самой внутри будет находиться этот карандаш. То есть он будет защищен лампочкой. Да. И это будет, это как бы смотрибельно со стороны. В лампе будет находиться без увеличительного всякого эффекта. Нет. Вот это он будет в лампе находиться. Потом эта лампа будет находиться в коробочке. Коробочка будет одновременно служить основанием. То есть будет какое-то отверстие, в которое оно будет фиксироваться. И дополнительно я хочу сделать в этой коробочке отдел для увеличительного стекла, чтобы, допустим, ну, можно было достать эту коробочку, поставить и смотреть через увеличительное стекло. Ну, чтобы было понятно. Здесь я вам хочу сказать, что можно смело, по-моему, наладить уже и как бизнес-проект реализовать, потому что это как подарочные вещи. Ну, допустим, совпало, кто Овин, да, к примеру, на день рождения, а вот тебе в лампочке еще с увеличительным стеклом. Потому что без него, простите, скажут, что за... Да, да, да. Там запикали, да, уже? Мне подарили. У этого Салавата Федая как раз вот у него, он это... Он выставлялся за границей. В основном он начал свою как бы выставочную деятельность с Америки. Он был там, это... Какое-то время жил, и все клиенты у него оттуда пошли. Там он сотрудничал с... Заказы у него были вот фирмы, как это... Которые сняли этот... Игры престолов. Вот. А у него ряд работ был с сюжетами из этого фильма. Он получил от них заказы. Там еще от кого-то заказы у него были. То есть он вышел на такой уровень, где там это... Вот как раз... Вы об этом думаете, об уровне? Я сейчас не думаю. Может, уже пора заквязывать с розливом этой штаби? Нет, нет, нет. У тебя бая уже сделали, от руководства уже все, отстаньте. Что дальше-то у вас? Я хочу сделать это, знаете как, я хочу, чтобы это было смотрибельно, я хочу сначала, чтобы люди посмотрели. То есть выставка? Да, выставка. Я вот именно почему это все заканчиваю, это как колба, коробочка, чтобы это можно было транспортировать, допустим, чтобы это можно было ставить, смотреть. Ну и не сломать, да, естественно. Да, естественно, чтобы, ну, как-то там нечаянно не это. Вот поэтому это... Это 100%. Вы сейчас тут наделаетесь только произведения искусства, поставили стол, и вам там все сломается, что подумают, что этим писать можно, к примеру. Может быть. А гороскопы? Я подозреваю, что вот этот овен, телец, которых сейчас мы рассматриваем, они не случайно, вы ведь еще и астрологии. Да, я... Там что? Учусь это... У нас в Паладаре есть эта школа астрологии, преподаватель Наталья Владимировна Шершова. Эта школа существует с 99-го года уже. Вот я, как двоечник, сейчас пошел учиться второй раз, потому что... А что? Ну, как раз тот период, когда я обучался астрологии, он совпал с моими творческими поисками. Получается, творчество как бы пересиливало науку. И все, да, завалило. Да, я просто не успевал там это, ну, искал какие-то творческие решения, что-то там, материал, там, как-то это, какие-то мысли. В общем, это... Отвлекался от учебы и основы как бы не усвоил. Ну, так, пешками где-то что-то похватал, получаясь. И это как-то... Надо практиковать постоянно это. Нужно в этой теме как бы находиться. Ну, а астрология вам в жизни зачем? Для развития. Я хочу как бы это... Полноценно существовать в этой жизни. Я хочу как бы находить вопросы на какие-то ответы. Хочу это быть, ну, как... Развитым человеком, я считаю. Ну, вы творчески абсолютно бейте. Да. Вот вас поэтому... Извините, я думаю, вашего коллегу по цеху, который тоже, к примеру, разливает сталь, вот у него мысленно вряд ли там возникнет. Хочу в астрологию реализоваться, из карандашей делать. Ну, хочу. Микроскопические. Вы особенный, я к этому говорю. Да нет, я обыкновенный. Ага. У нас в коллективе, вот в этом рабочем коллективе... Кстати, вот пока не пошел работать на завод, я не представлял, что такое коллектив. В жизни я там только, да? До этого я работал вот, ну, сверх общепита, там где-то, ну, где-то в охране, где-то что-то. Но это специфические такие профессии. Допустим, когда я это поваром был, там в основном женские коллективы были. Ну, как там это... Ну, все хорошо. Нет, это неплохо. Там везде, где я работал, было всегда хорошо. Я, это человек, не конфликт, и я со всеми нахожу это общий язык. Но? Но на заводе? Но на заводе вот именно это чувство товарищества. Да. И именно вот это, как это, чувство плеча, так скажем. Потому что это особо опасное производство. Это вот, представляете, раскаленная струя металла находится на расстоянии вытянутой руки от меня. Ну, представляю, видел. Были моменты, допустим, когда вот это, ну, происходили какие-то нештатные ситуации, там этот металл мог плескаться в разные стороны. Ну, там это не было таких особых катастроф, ну, просто были какие-то нештатные ситуации, что там, что-то там не заработало, что-то, это мелочи. Ну, и вот команда, как раз-таки, вы к этому ведете, да, она вот это выручает. И вот это, да, я хотел сказать, немножко отвлекся под впечатлением воспоминаний. Ну, среди вот этого рабочего коллектива были очень разные люди. Очень разные это. С разными интересными. И довольно-таки интересно. Вот, допустим, в рабочее время, как бы, люди между собой кучковались там, это, ну, свободное от работы и основное время, допустим, кто-то о чем-то разговаривает, там это, там были рыбаки, там очень интересные люди, компьютерщики были, ну, в принципе, и есть сейчас. Был у нас водолаз бывший, учители физкультуры были. Так что это... Ну, здорово. Я же и не говорю, что там прямо... Нет, я просто хочу сказать, что люди с разными интересами, со своим жизненным опытом, и как бы там это... Ну, я не особенный. Ну, резчик у них был один. Да. Ну, в смысле, и есть ведь. Вы же работаете. Да, да, я работаю. Слава богу. У вас не было, во всяком случае, я понимаю, конфликтных ситуаций, не говорили, что вот он какой-то особенный, ему там руководство материал закупило, сейчас он тут путябая нам мастерит. Вы влились в команду и работаете. И работаете. Да, я работаю, и я это самое... Как получается, я не изменил свой статус. Я также считаюсь различным стали. Просто по трудовому договору руководство нашего завода имеет право нас направлять по необходимости на какие-то другие... выполнение других задач, так скажем. Это вот то, что ваше творчество, да? Да, это вот сейчас это... Водолаза-то навряд ли отправят, правильно, на какое-то творчество. А вас отправят. Ну, это... И потом вот ребята, с которыми я работал, и, в принципе, сейчас работаю, в эту смену хожу, они меня поддерживают. Поддерживают. Ну, в принципе, то, что говорят, молодец, здорово у тебя получается. Здорово у вас и получается. Нету такого, как сказать, зависти какой-то там, это что за спиной... Ну, это мужчины же. Вот поэтому и нет ее. Знаете, в женском-то, наверное, по-другому было бы. Если бы у вас все это открылось бы там, где вы на кухне работали, мы еще, может, о другом с вами беседовали. Ну, и хорошо. Да и, в принципе, вам повезло, да? Вот вы раскрылись, вспомнили эти лагеря школьные, да? И вот у вас пошло. Двоих детей вы произвели на свет, сын и дочь по возрасту 20... Напоминайте, сколько там у наших детей. 20, 32 и 26 лет. 26 – это сыну, 32 года – это дочери. Они у вас тоже ушли в творчество, но не в такое, как у вас. стилисты? Да, стилисты. Там как случилось? Навряд ли папа? Ну, тут немножко... Вам стиль какой можно сделать? Ну, вот сидите вы, на голове ничего не сделаешь, простите уже. Борода у вас, вот мы сейчас только смотрели, была, ну, видимо... Ну, я ее сам и спортивный. Вы сами ее, да, убрали? Кто направил детей в эту большую, хорошую профессию? Ну, мы с супругой, просто когда эта вот дочь уже подошла к возрасту, это определение профессии, мы это, ну, что и сыну потом тоже говорили, ищите себе профессию такая, какая вам будет по душе, чтобы вы смогли с нее, как бы это, и чтобы она вам нравилась, и чтобы вы зарабатывали, потому что мы вам это высшее образование не сможем оплатить со своими, ну, зарплатами. И потом, мало того, чтобы получите высшее образование, так еще же нужно, как бы, найти работу соответствующую, а для этого, как бы, необходимы какие-то связи. У нас, мы говорим, ни связи, ни средств нет, что вам это... Так вот, что-то давайте сами. И они, и они. И они, вот, дочь пошла, это... Курсы закончили? Нет, она первое училище закончила наше. Это вот где-то по Ломову, по-моему. На условии. Хорошая. Вот, она закончила это. И потом уже сына, мы по ее стопам направили, он сопротивлялся. Сопротивлялся? Почему? Не мужское дело, да? Ну, время как раз вот это, дворовых каких-то движений, там, это, ну, вот, помните, наверное, такое там эти вот... И стилист, да? Да, и как бы, ему перед своими товарищами было как бы не совсем, наверное, удобно. Но тянуло ведь его, все равно вы это... Затянуло, а куда сделать? Затянуло. Но стилист ведь это мы понимаем, да, если парикмахер, это только волос, если визажист, это вот только лицо, а стилист, это все. Вот как у нас Наталья, к примеру, это вот отсюда, дать сюда, да? Ну, там как бы не совсем это весь стилист. Что у него? Я может... Он мужской мастер. То есть у него борода, волосы, все это. Ага, и сам он, смотрите, какой он на фотографии интересный, да? Живого места, по-моему, нет на его теле, да? Мы, конечно, были сначала против того, чтобы он делал татуировки себе, но... А уже, по-моему, и заканчивается. Ну, где он еще сможет? На лбу только? Да. Пальчики гляжу, все. Ну, это... Говорит, это мне 18 лет, все, я, говорит, взрослый. И папа... Папа еще вот освоите, кстати. Я... Было, кстати, было, было такое желание. Я под это... Под впечатлением у дочери тоже есть это на теле татуировки. А... И как бы они это... Так я смотрю, ну, а что, может попробовать? Я вот долго сомневался, но не решился, не решился. Жалко за своих. Нет, я имею в виду... Это ладно, карандаш сломал, переточишь, а этот-то уже выклыл, уже выклыл. Нет, к этому просто нужно иметь внутреннее какое-то это самое расположение. Я человек добрый, мне как-то больно делать неохота. А знаете, почему я думаю, вы 100% добрый, у вас там дома, не назову, конечно, зоопарком, потому что экзотики никакой, но дома у вас собака, кот-кошка, да, я правильно понимаю? да. Мопсик ваш, он гуляет по вашей ленте в инстаграмах чаще, мне кажется, чем вы сами там появляетесь. Любовь к животным, у кого проснулась? Да, она как-то непонятно появилась. Дети, 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 они это сначала, у нас это, до вот этого мопсика, это девочка у нас, до этого был мальчик мопс, он, к сожалению, раньше времени ушел от нас и была такса. Тоже? Тоже это ушла. А вот так, что дети, там это, у кумы, собака очнилась, и это как бы, дети увидели, это папа, мама, давайте мы будем ухаживать. Потом устали, мы будем гулять, ну, буквально пару дней. Пару дней, я своей дочери тоже передаю привет, вот уже четвертый год, папа очень хочу собаку, в итоге собака лапит. Мы тоже попались на эту удочку. Решили, да? Да, и это, а мопс, но у нас там живет, слава богу. А мопс, это супруга, это вот ей, это, она часто увлекалась творчеством Дарьи Донцовой, там везде фигурируют эти мопсы, и вот она загорелась, как бы, эта идея. Ну, симпатичная собачка, маленькая, самое главное, маленькая. да. Да, вот маленькая, где-то спряталась, не видно гулять. Ее везде видно, это особенно, если кто-то на кухне находится, она постоянно... Покушать любит, да? Да, очень любит. Вы тоже, кстати, и не прочь покушать. Любимые ваши блюда, это пельмени и бешпармак. Вот уж разновкусие такое, два национальных блюда, но хотя пельмени вроде как китайские изначально, да, считается? Это уже не имеет значения. Не имеет значения. Прямо любите, да? Но я к тому, что это же мясо, тесто. Ну, во-первых, это пельмени, это чисто вегетарианская еда. А с чем вы там их едите? С капустой что-то? Нет, конечно, с мясом. Мясо, по сути, оно откуда берет? Коровы, да? Ну, или там свинюшки. Но корову что ест? Траву. Трава переходит в мясо. Вы же вегетарианцы, послушайте внимательно. Трава, это мясо, это просто концентрированная трава. Сколько вот это корове нужно съесть травы, чтобы получился там это, по-моему, даже ученые посчитали, что там порядка это двух гектар, чтобы получилось два килограмма это говядины. Ну, если я не ошибаюсь. Разве это не вегетарианство? Я ничего против мяса, в принципе, не имею, но вы мне что-то захрестнули вообще. То есть, мясо мы едим в виде, то есть, это трава, да? Ну, тем более, сейчас вот это придумали какое-то искусственное мясо, оно действительно... Ну, не надо искусственное, не надо просто себе на ногах попекать. Наша вегетарианская. А сами-то дома готовите, все-таки профессия первая. Да, я умею готовить. Ну, правда, нет, если вы не умеете готовить, как бы, вы же учились на это. Ну, в принципе-то да, ну, как бы это, в то время, ну, как-то в основном это получается, я не сильно стремился к кулинарии. В кулинарию я попал, сначала я учился на автослесаря один месяц. Один месяц сразу? Да. Не мое, да? Ну, мы там это, разобрали это, какой-то карданный вал. Я понял, что я не соберу, ушел. Ладно, месяц дальше. А потом этот товарищ подходит ко мне, одна группа мне говорит, Олег говорит, это пойдем, говорит, в пятнашку. Я говорю, а что там? Ну, там, девчонки, говорит, на хлопок едем, ну, романтика, девочки, ну, почему бы нет? Ну, пошел тоже это. Это я к чему хочу сказать? Что у меня не было профориентации, допустим. Родители меня не направляли, там, вот, иди на того учиться, иди на этого учиться, там, это такая профессия, это такая профессия. Получается, как бы это, и вот по окончанию восьмого класса учился я тоже не очень хорошо. В школе там мне поставили, допустим, какие-то положительные оценки только за то, что я изъявил желание потом пойти в ПТУ. А, чтобы тебя, вас не держать, еще два года, да, и пошел бы, слабо богу, да? Положительные имеется в виду, вы даже тройку имеете в виду? Да, вот тройки ставили, что там вот, вот я как сейчас помню, экзамен по русскому языку, мне тройку поставили за то, что это самое, я это, пойду учиться в ПТУ. Ну и ладно. А вот все, что остальное, с предприятием связано уже, мужская профессия? Ну, это уже на производстве, все это обучается. То есть это... Вы получали образование? Нет, это вы пришли туда. Там, я вот почему вам говорю, что там это люди разных специализаций, как бы профессии, образований, там это собрались. Вы не пришли в отдел кадров с дипломом, я вот смогу разливаться. Там это как вот, набирали людей со стороны, без образования, без профессий. То есть это, это как раз вот был 2005 год, вот это СПЦ-2, наше предприятие, ну как цех, он только начинал строиться, вернее он уже построился, как бы, людей уже начали набирать. И уже в процессе окончания строительства с нами проводили какие-то курсы, там были итальянские специалисты, они это... И вы этому научились ремеслу, да? Ну и слава богу, это стало вашей профессией, правильно? А вот там вы говорите, девчонки, хлопок, романтика, но свою девчонку вы не нашли ни вот в этом ПТУ, да? Совершенно верно. Потому что она у вас на предприятии тоже. ошибаетесь. Она училась вместе со мной, но я ее, как бы, это так, мельком замечал. А там, да? Да, да. Я ее, на нее, как бы, внимания не обращал, ну вот, симпатичная девчонка, там, ну бегает, там, это так вот, как раз на хлопке я ее и заприметил. Это все судьбоносное, как бы, решение получается. То, что я пошел учиться, это вот, я вот нашел свою жену, так, там, да. Да, но там мы с ней не дружили, просто даже не знакомы были. А мы с ней познакомились, когда после окончания училища меня отправили, в то время отправляли на отработку, там нужно было год или два года отработать на предприятии по направлению. И вот это столовый номер пять, это сейчас снэкбар, по-моему, может, переименовали уже, не знаю. Ну, вот эта остановка есть, возле октября была она. И вот там мы на отработке и встретились, познакомились, подружились. И все. И все. И сколько лет? Ну, знакомы мы с ней 35, а живем 30. Ну, и еще больше вам лет совместной жизни, она сегодня, насколько я помню, на предприятии работает тоже. Каждый из вас в любом случае при деле, сын, дочь, они вообще у вас. Сын в Новосибирске, да, если не ошибаюсь, что-то там в Москве он побывал. Да, он это был в Москве, учился в Академии Симушка, это Академии Барбер Искусства, преподавал там какое-то время, но потом, чтобы продлить это пребывание в России, ему нужно было въехать в Казахстан, то есть он гражданин Казахстана, он казахское гражданство не меняет, и вот этот вот ковид-19, то, что тут ограничения... Да, он все планы там и прочее. Сейчас он в Новосибирске. Сейчас в Новосибирске. Сейчас в Новосибирске. Дочь там вообще? А она сейчас это путешествует с семьей в Америке. В Америке. А, то есть не живет, путешествует. Ну, они это поехали там присмотреться, там у ее супруга есть какие-то коммерческие интересы, ну, пока это, как говорится... Пока она путешествует, и слава богу, ну, вот дети у вас уже точно при профессии. Вы вот это кулинарное, за женой сходили, поучились, да? Разлив стали, и самое основное, то, зачем вы сегодня сюда пришли, это большое творчество, которое подарило вашим соседям настроение, ведь подъезд, да, вы украсили, детскую площадку эту, вот, молодцы и здорово. А программа у нас заканчивается, вы знаете, мы вот думали всей нашей творческой бригадой, чтобы вам подарить. Ну, что ему можно подарить? Я не знаю, карандаш, ну, смешно было бы. Вот смотрите, ну, это, конечно, металл, да? Вот такая вот вам, может быть, муза даже мы скажем, где-нибудь уж, пожалуйста, найдите ей место, если она... Конечно. Устраивает вас внешне. Шикарная работа. И желаем вам побольше творческих полетов. Я уж не знаю в следующий раз, что вы там захотите, может быть, как тот левша блоху подковать, потому что, ну, вот, карандаши это, по-моему, уже сверх, какого-то творчества. И было очень любопытно, даже вот без лупы, когда ты видишь, что такие детали прорисованы. Вам спокойной ночи, успехов вам. Спасибо. До свидания. На сегодня это все. С вами был Тимофей Голи. Встретимся в следующую субботу на телеканале Ирбис. И спокойной вам ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова